Сложная операция в акватории Невы. С одной реки подняли самолет, затонувший более 70 лет назад. Легендарный штурмовик Л-2, который в годы войны называли летающим танком, был сбит во время боев за Невский плацдарм. По номеру на двигателе удалось установить эскадрилью, у которой была приписана БВ-машина и имя погибшего летчика. Репортаж Натальи Люблинской. Невский пятачок. Более полумиллиона погибших советских солдат. Здесь, на левом берегу Невы, до сих пор находят воинские останки. Год назад тут обнаружили затонувший самолет. Он лежит на глубине 13 метров. Сегодня с самого утра началась операция по его подъему. Это штурмовик Ил-2, сбитый немецкими зенитками. Про сам самолет известно, что он лежит на дне. У него выпущены шасси. Вероятнее всего, шел на вынужденную посадку. Позади 8 часов подводных работ. Водолазам мешают течение и плохая видимость. За это время достали вин, двигатели, фрагменты фюзеляжа. Как говорят поисковики, здесь уже успели поработать охотники за военными артефактами. Пропала часть личных вещей пилота и детали воздушного судна. Часть личных вещей, оружие бортового уже утрачено. Часть, как доложили сегодня водолазы, уже снятая и подготовлена к выносу. Была, лежала рядом с самолетом. Привлекли определенные силы и средства, которые необходимы для того, чтобы полностью извлечь остатки машины на берег, провести полную изгумацию и обследование борта. Не дожидаясь высадки на берег, прямо на воде специалисты начали обследование. В первую очередь искали номер двигателя. Ведь по нему можно установить и номер борта, и имя пилота. А вот номер на двигателе. 27217. Вечеру стало известно, за штурвалом сидел старший лейтенант Семен Конобевцев. Погиб осенью 1941 года в самом начале войны. Его эскадрилья оказалась в кольце блокады. Здесь по небе проходил фронт. Видимо, пилот получил боевое задание – атаковать позиции немецких солдат. Могу сразу сказать, это была мучительная смерть. Самолет горел. И хорошо горел. И скорее всего, что он упал. Вот мы сейчас не можем понять, то ли в воду, то ли он ударился об лед. Но это факт. Бронекапсула, видно, что она горела. И хорошее пламя было. По оценкам специалистов, самолет после 70 лет нахождения под водой все еще подлежит реставрации. Летать он, конечно, не будет, но из него сделают музейный экспонат. Эти работы займут около года. Отдать его планируют в музей битвы за Ленинград. Ведь атаковал он немецкие позиции, чтобы пробиться к Волховскому фронту и разорвать кольцо блокады.